Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, ребят, я хочу похвастаться. Вот честно, я никогда не думал, что я буду хвастаться танком третьего уровня. Наконец-то на свое законное место вернулся Т-82. Я продал данную машину 8 лет назад. Я вчера, когда смог восстановить данную машину, моему счастью, реально предела не было. Это часть истории. Это часть истории не только танков, но и часть истории моей в танках. И мне дико приятно, что Т-82 вернулся в свой родной ангар. Да, пускай ангар изменился, но Т-82, наверное, не поменяется никогда. Кто-то скажет, что это песок, и что осматривать песок, и делать на него обзоры это глупо, что нужно катать восьмерки, десятки. Но нет, ребят, ну невозможно сказать по поводу того, что пластинка, не знаю, там, Элвиса Пресли, изготовленная на виниле, она устарела, и она уже ничего не стоит, потому что в карманный MP3-плеер можно засунуть хоть все альбомы Элвиса. Ребят, вот это и есть виниловая пластинка World of Tanks Blitz. Эта машина в свое время была изъята из ветки исследования, и ее реально запретили. Запретили разработчики по одной простой причине, потому что это была имба на своем уровне, и как бы смешно это ни звучало, да, поверьте, в песке имбы тоже порой бывают. Короче говоря, ребят, история Т-82 следующая. Была когда-то данная машинка в ветке исследования Соединенных Штатов. Перед ней стояла машинка Т-18, счастливым обладателем которой я также являюсь, и которую тоже запретили. По ней видео у меня есть, и еще будет видео. И, кстати, ребят, если вы хотите видеть серию видео по поводу машин, про которые вы, скорее всего, никогда не слышали, а, возможно, даже никогда и не видели, хотя слышали о том, что они когда-то существовали, или хотите вспомнить, как это было, если вы в танках 7 или 8 лет, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки обязательно, и обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео, как минимум, на эту тему. Я собираюсь выкатывать все редкие коллекционки из ангара, показывать и рассказывать про них, но и в том числе частично рассказывать о их истории в игре. Итак, ребят, после Т-18, вот этого вот интересного мутыркового монстрика, которого все мы в свое время называли телевизор, по-другому его не назовешь, шла Т-82. И вы хотите спросить, почему это имба была? Давайте посмотрим на характеристики по машине. Смотрите, запас прочности 466. Как правило, на третьем уровне запас прочности у машин танцует где-то от 430 до 500 там с копейками. Это вот, знаете, прям совсем потолок. И хочется сразу отметить, что тогда ветки исследований имели совсем другой внешний вид. Не было всех вот этих вот там, я не знаю, сборных Европы, не было новых каких-то танчиков, введенных в Франции, допустим, да, там что-то поменяли. Короче говоря, ребят, тогда веток было гораздо меньше и ветки были совсем другие. И вот на своем третьем уровне, представьте себе, с вот этими запасами прочности по 430 тереб, максимум там 500 с копейками, пушка, которая выдает 200 единиц альфы. Как вам? И выдает практически за неполное 11 секунд. И честно говоря, играть на этой пушке было просто обалденно, особенно если тебе не хватало 20 единиц пробития, или ты там не мог нормально наносить урон своим осколочно-фугасным снарядом, ты переключался на аккумулятивный и бросал на 135. Ребят, 135 единиц урона. Я на секунду зайду вам сейчас в ветку, допустим, там, Советского Союза, и давайте посмотрим на орудие, которым обладал БТ-7. Орудие на БТ-7, на третьем уровне, могло закидывать, и сейчас немножко там поднятая, раньше было меньше, средний урон 65. То есть, ребят, когда ты заходишь в бой, получаешь на 65 на своей вот этой вот картонной БТ-шке, но отбрасываешь назад в районе 150, ну, представьте себе, насколько неприятно было соперникам. И ты играл так против всех, однозначно, и что самое парадоксальное Т-82 никогда не бросало к четверкам, его бросало к двойкам и к тройкам. Короче говоря, ты чувствовал себя реально богом. И эту машину в основном все оставляли для того, чтобы выкатывать ее чисто ради фана, несмотря на то, что уже доехали там левела до восьмого. Кто-то будет смеяться, но да, когда Т-82 был в тренде и в топе, то десяток было очень мало у народа. Свободку вот так вот просто тогда не пофармить. И что касается того, чтобы вот так вот просто забрасывать деньги в игру, тоже не особо получалось. Тогда особо-то и карточек ни у кого не было для того, чтобы можно было нормально донатить. Короче говоря, ребят, время было сложное. И, как сказал один ребенок, неужели, когда вы были такие, как я, у вас было все черно-белое? Да, ребят, черно-белое было, реально. Короче говоря, ребят, машина просто, ну, я не знаю, она пахнет историей, понимаете? Запах истории, который ничем не перебьешь. Вы хотите спросить, чем она еще уникальна и чем она интересна? Она интересна и уникальна тем, что на своем вот этом вот третьем уровне она обладала дикой, безумной картонностью. Смотрите, 14 мм брони с приведенкой, 13 без. Вот здесь вот вообще, ребят, 7 мм по бортам. Ну и в корме там тоже танцуют 7-10 с приведенкой. Короче говоря, это сущий картонище был просто неимоверный. И многим было сложно к этой машине привыкнуть, потому что перед ней стоял-то Т-18. И посмотрите на броню Т-18 для своего второго уровня. Вот эта вот верхняя часть, она просто была практически никем не пробиваемая. 49 мм, 48 мм. И, честно говоря, ну, играть против него, когда этот танк был в руках реально знающего игрока, тогда не было еще, кстати, вот таких вот приколов, в которых можно было броню посмотреть. Мы как-то все интуитивно пытались понимать. Так вот, ребята, которые знали, как на нем играть, они отыгрывали грамотно, и против него сражаться было сложно. И его реально мог загрызть и съесть только Т-82, который бросал фугас вот сюда, вот куда-нибудь вниз, вот этого телевизора, и, соответственно, осколки залетали в верхний бронелист сверху от фугаса, там, где 15 мм брони, а пробитие у фугаса, напомню, на Т-82 20 мм. Ну, и, соответственно, ребят, вот тогда вот эти ребята ощущали себя дискомфортно и переставали чувствовать себя, ну, такой вот, знаете, всепожирающей тварью на втором уровне. Короче говоря, ребят, несмотря на всю свою картонность, машина оказалась очень веселой, очень интересной, и я безумно рад, что ее вернул себе. Ну, а теперь давайте попробуем выкатить данный аппарат из ангара, ну, и посмотреть, что он может. Действительно ли настолько нагибающе? Я больше чем уверен, что сейчас у меня не будет какой-то там феерической победы. Для того, чтобы начать, скажем так, получать максимум удовольствия от Т-82, необходимо вспомнить, как это было, вспомнить, как игралось, и, честно говоря, было бы неплохо, чтобы были еще вот те старые карты 8-летней давности. Те ребята, которые помнят эти времена, они знают, о чем я говорю. Размеры карты были меньше, всяких препятствий вот этого вот всего было меньше, меньше зданий, зданий практически не было, были какие-то холмы, камни и так далее. И вот на вот этих вот картах действительно данной машиной можно было отыгрывать просто шикандосно. Сейчас меня засунуло к четверкам, и это, честно говоря, не очень хорошо, потому что меня засунуло к четверкам, да еще и к четверкам, я бы сказал, имеющим хорошее пробитие и хорошую скорострельность, а мне особо пробивать нечего, ну и самое парадоксальное, что их скорострельность, безусловно, будет у них в плюсе. Я сейчас попытаюсь чего-нибудь сделать, я не знаю, что у меня получится по качеству от этого боя. Я вот сейчас вот в недоумении от подвижности данной машины, углы склонения у нее всегда были архи, архи плохие, вот прям совсем-совсем. Сейчас попробуем закинуть в кого-нибудь, но давай-давай-давай-давай. 46, слишком высоко взял, попал в твердое место по машине и, соответственно, мало урона накинул. Я хочу вот этих вот 200 ощутить заново, вспомнить те ощущения, которые были когда-то. Вообще, я сейчас зашел в бой, ребят, кто не совсем в возрасте моем, свой возраст я скрываю от всех, но кто не совсем в моем возрасте, тот не поймет, а кто приближен к моему возрасту, тот понимает, о чем я сейчас скажу. Я реально сейчас, ребят, помолодел. Я реально сейчас на 8 лет стал как-то юнее, моложе, что ли. Ощущения просто бомбические. Вот серьезно, я очень сильно жалел, что я продал в свое время эту машину, мне очень сильно ее не хватало. Особенно я начал грызть себе локтинг, когда данную машину вывели из игры и сказали, что больше она никогда нигде не появится, ни за какие коврижки, ни за золото, ни за реальные деньги, ни в каких ивентах. И вот тогда я понял весь уровень глупости, совершенной мною. И вот, наконец-то, у меня получилось ее вернуть. Я безумно рад, безумно счастлив и искренне желаю каждому из вас вот таких вот ощущений феерического счастья, даже если это связано с тем, что вы вернули себе машинку всего лишь третьего уровня. Так, ну что, давайте будем добирать товарищей. Стой на месте, не шевелись, сейчас ты отправишься в ангар. Вот так вот получилось, всего один фраг. Первые бои видели отверстие, как я уже говорил, картонное, но, блин, эмоции, адреналин и ощущение кайфа просто ничем не измеримо, никаким золотом. Так, 518, ребят, урона, знак классности первой степени. Ну, я не удивлен, потому что Т-82 катают, ребят, немногие. Так, я в средухе, в средушке, вот, да, по урону по команде. Ну, не будем смотреть по результатам фарма. Все-таки, ребят, машина однозначно не для того, чтобы фармить серебро. Я еще одну каточку хочу, я еще закачу, я понимаю, что видео будет более долгим, но, блин, я слишком долго ждал этого момента, и, соответственно, мне хочется насладиться этим моментом, ну, по максимуму. Ребят, как я уже сказал, я планирую на своем канале серию видео, посвященные запрещенным танкам в игре, посвященные редким коллекционкам, которые крайне-крайне редко встречаются как в рандоме, так и, в принципе, на продаже, да, там, в каких-то ивентах и так далее. Безусловно, зацепим те машинки, которые не настолько редкие, ну, просто сделаем серию по коллекционкам песка. Если вам эта тема интересна, обязательно пишите об этом в комментариях, ну, и, как я уже сказал, ставьте лайки, и обязательно, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, потому что без ваших подписок мне крайне сложно конкурировать с теми ребятами, которые имеют сотни тысяч подписчиков, и, соответственно, их видео, они по определению попадают в рекомендации потенциальным новым зрителям, ну, а мне же приходится всячески изворачиваться, насколько это возможно. Я не использую кликбейт, я не обманываю, я не снимаю псевдоновости, я показываю все, как есть, и, наверное, от этого мне только сложнее, потому что сделать кликбейт, в котором написают, что я еду там в ВГ, где мне должны дать миллион голды, а по факту в видео вы этой информации не найдете, это будет чёс, в принципе, я на это, может быть, и способен, был бы морально, но честности в этом нет, и я не хочу таким страдать, я всё-таки надеюсь на то, что вы будете подписываться на мой канал, потому что вам нравится контент, который я делаю, и качество данного контента. Так, ну, фугасы, залети! 222, ребят, 222 на третьем уровне с одного выстрела! Просто с одного выстрела 222! Кто ещё, ребят, на третьем уровне способен на вот такое вот издевательство над врагами? 122, согласитесь, не 222, но всё-таки, блин, ну, я не знаю, как передать эти ощущения, ребят, вам просто надо, не знаю, каким-то образом на чём-то подобном поиграть, и тогда вы поймёте, о чём я говорю. Так, брат, я сейчас сведусь, ты поедешь в ангар отдыхать, и я сейчас буду искать следующую жертву. Приехали, приехали товарищи, все такие модные, взорвались! О! Реноу! А ну-ка! Вот это я сейчас вообще не понял. А-а-а! Я в орудие ему попал, ребят, и осколки не попали в него нормально. Ладно, хорошо. Ну, не уезжай, брат, не уезжай. Давай, постой, секунду на месте. 206! 206! Собака! 206! А-а-а! Блин! Это просто чума! Вот ПЗ-4А здесь будет сложнее. 185! Так, ну вот против этого товарища я перейду на голду, и гарантированно буду закидывать ему в районе 130. И что самое парадоксальное, что мне он противопоставить чего-то подобного не сможет. 124! Да, чуть-чуть меньше, чем я рассчитывал ему сейчас накинуть, но согласитесь, в этом определённом что-то есть. Так, вот этот вот товарищ, он имеет альфу довольно неплохую, но всё-таки, ребят, поменьше, чем у меня. Итого, уже два фрага. Так, меня... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Чиха, 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 чиха! Ладно, я сейчас попробую брату помочь. А ну-ка! Получи! Получи, брат, Д2 урон! Да, не выжил, ребят, но меня всё равно каким-то образом бы выковырили. Я, наверное, психанул, зря уехал оттуда. Но, блин, сколько кайфа! Я хочу досмотреть данный бой и, соответственно, посмотреть на результаты. Как я говорил, картон картоном, но, ребят, когда вы на третьем уровне, забрасываете урон в 200 единиц, 220, как это было только что в этом бою. Ребят, ну, представьте себе, что вы играете на, не знаю, там, на десятом уровне, да? И забрасываете в танк, у которого ХП 2500, вы в него засовываете, там, я не знаю, полторушку так. Опа-на! И-и-и привет! Ну, реально, ну, ну, это же реально кайф. Самый, что ни на есть, натуральный. Мардер 2. На Мардер 2 тоже у нас будет обзор. Тоже есть у меня в ангаре. Тоже коллекционка. Но немножечко не та все-таки. Короче говоря, ребят, ждите, ждите новые видео. И обязательно, обязательно будем смотреть с вами на крайне редкие, малоизвестные машины. Но те машины, про которые стоит знать. И те машины, которые необходимо хотя бы раз в жизни увидеть в реальном бою. Ну, заканчивайте уже с Д2. Да будем смотреть на результаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья мои, 1077 единиц урона. Знак классности Мастер. Два сделанных фрага. Я умудрился даже нафармить себе серебра. И что самое интересное, в своей команде по урону я занял второе место. Мардер действительно красавчик, молодец. Победил, вытащил бой, потому что поступок ПЗ я не понял ровным счетом абсолютно, что это было. Лучше бы он оставшегося противника вторанился. Точно так же бы сдох, но только хотя бы еще урона какого-то ему нанес. Ну и как-то хоть чуть-чуть облегчил задачу Мардеру. Ладно, вопрос не в том. Вопрос в том, что я получил массу удовлетворения и массу кайфа. Ребят, вот такой вот он запрещенный Т-82. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь. Я делаю видео специально для вас. И надеюсь, оно будет доставлять вам все больше и больше удовольствия. Подпишитесь хотя бы на месяц. И за месяц я смогу переубедить вас, что канал может быть качественным и интересным. Не только тогда, когда у него 100-200 тысяч подписчиков и там раздают халяву своим зрителям. Когда у меня появится такая возможность, я буду заниматься тем же самым. Раздавать вам подарки. Ну а на данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего, приятных просмотров. Мира вам, друзья мои. И спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok